Дима Элизиум и Егор Элизиум Дима Элизиум Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень интересно, конечно, разницы поколений. В моем детстве тоже все подростки слушали либо Нирвану, либо Продиджа. А мы с друзьями слушали уже брутальный металл. Норвежский, финский. То есть я уже Нирвану слушал уже потом, когда волна прошла. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, гораздо позже. Субтитры делал DimaTorzok 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 Выступали только те группы, которые поставили тогда, в то время, когда ты говоришь, а сейчас опять появляются новые вина, те же корнофильмы, например. Ну, по-моему, только корнофильмы. Ну, нет, знаешь, смех тоже сейчас поднялся. Слушай, смех был всегда. Он был всегда, но сейчас смех. Группу «Смех» играли в 2007 году первый раз. Ну, в общем, есть ощущение, что сейчас идет новая волна. То есть такой массовый, на мой взгляд, популярность он может опять достичь? Я считаю, что нет. А с чем был связан тогда? Вот как Вы считаете, почему так какие-то обстоятельства сложились? Есть какое-то рациональное объяснение или нет? Были это случайные? Ну, просто появились очень популярные мировые группы. То есть, ну, в середине 2000-х годов, в середине 90-х годов просто это все сделало раньше с Гриндей. Вот. А с Гриндой, опять же, был с Гриндой и очень много человек. Хотя все с ним знакомы. Вот. А я в конце 90-х годов был в молодежной гуме на группе типа «Гринстэй» 182, где сам в Тиванку вы можете принести? И он дали начать. Ничего не сильно хочет. Вот. И там типа общая мировая мода, все вот это вот, все это стебалово. Вот. Я в тот момент уже слушал группы «Диерсты», которые немцы, которые делали все это дело до «Гринстэй» 182. Фактически там группа «Гринстэй 172» откровенно пиздил клипы, которые «Диерсты» сделали там такие же фишки. Точно просто, когда панк-рок и «Диерсты» уже бегали, ездили на катерах, бегали по пляжу. То есть все это делали, все это просто «Гринстэй» повторили, то есть грубо говоря, просто с «Гринстэй» более дорогими видео. Для меня это вообще, то есть «Гринстэй» мне вообще не трогали. Но очень молодежь. Тогда же появилось вот это все, типа, начало появляться вот такая типа «Эмо» по-моему, такой, которая там волна именно катилась там еще потом пять лет кусте. И в тот момент, да, там, то есть появился спрос на эту музыку и, соответственно, начало появляться куча ансамблей. Потом, как только это количество ансамблей достигло какого-то просто громадного снежного кома, который катился, вырастал, 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 он стал очень громадный, что, в общем-то, этих поп-панк-музыкантов стало больше, чем публики. То есть просто в какой-то момент это все, ну, некому стало ходить на собственный концерт. И в тот момент оказалось, что те группы, которые возникли, опять же, то есть гораздо раньше, они все остались. Они все остались, то есть, грубо говоря, в общем… Наив тараканы вот это все. Наив тараканы и визжены стенды. Потом там к ним прибавилось… Ну и то же самое было с «Интернативой» в 2007 году. То есть, с поручкой была волна, там столько было групп, и остались, опять же, стигмата, слот, там, ну и так далее. Да, но когда там, грубо говоря, в «Нижном городе» было, там опять же, на волне там моды, там организовывалась группа, там, скотч, то есть просто группа организовывалась, а они сейчас полгода уже ехали в тур, там, типа, да, там, типа, 15 городов, и там, типа, и люди просто валили. Суперали. Да. А потом просто проходит, там, полтора года или два, и группы в искам такие, типа, бля, мы же были только модными, крутыми, они такие, а сейчас просто раз и никому не нужно висеть, и все равно в этом группе отлично начались. Угу. В плане мод, опять же, я говорю, что, мне кажется, лизинг не был модным никогда. Вот у нас как-то это, то есть, мы никогда не поймали этот самый какой-то там, типа, модный, модный пик или все чего-то, то есть, ну, у нас просто это, успех неожиданно не сваливался никогда, то есть, мы всегда просто, то есть, долго, плодотворно, муторно, то есть, мы просто всегда что-то работали, мы были-были, мы все это делали, то есть, ну, просто в какой-то момент всем понятно стало, что, ну, телевизионная группа просто много будет. Ну, она не утопляет, она будет просто всегда, там, чего бы ни происходило, какая музыка не было, там, на волне, какая мода, какие бы музыканты, ну, если бы не менялись бы, там, в общем, просто есть и есть. Это меня зацепило. Э, эй! 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 Я не сто хамые люди Сочиняем новый мир Непроверены на кодах Взрослый текст, пасочный петь И на любом, что без совета Я встану припеваться Чтобы всем знакомым, но Убираться дома Мое родственное сердце На зимокое ответ Не грамوس и неконенции Это bueno я встали О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о И там driveway плачу О-о-о-о-о-о А мячевая mouse Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ну, они по-прежнему лучшие, значит, они, опять же, испансы, вот, группу Madness, которую я слышал раньше, и открыл заново для себя, ну, точно, я не помню, там, в конце 90-х и начале 2000-х, и люблю ее до сих пор просто, то есть, ну, очень нежную любовью, прямо, то есть, ну, вот, у них недавно вышел альбом, и просто, там, кусочек счастья, это прямо как для людей, для некоторых, там, типа, для старшего поколения, типа, у них Битлз и, там, Квинн, вот, то есть, для меня это Madness, это так идет, то есть, они прямо, то есть, я у Madness тащу много чего, для производства треков, да, вот, то есть, про что мы говорили-то, а, именно просто помню, у нас был, знаешь, прям, был какой-то, был в 99-м году, то есть, мы выпустили альбом домой, где-то, прям, в 99-м году у нас был, наверное, прям, пик увлечения Местерпанком, так, что у нас просто, у нас у всех появлялось в неделю, там, знаешь, там, по 10-20 кассет, с двух сторон, там, то есть, соответственно, там, по 20 новых альбомов, из них, там, даже не скажу, там, любимый, не любимый, крупный, там, Мати Мати Болстон, все же, такие группы, которые, кстати, остались, вы бы почете, не скажу даже, что я, там, их слушаю, это было, как бы, большое количество, если бы мы, в 99-м году, у нас так произошло, что мы, там, как-то, холодно спались, вот, у нас, там, типа, много, там, как-то было обстоятельств, как-то, в одну кучу все свалилось, у нас обокрали нашу репрессионную точку, в тот момент, как бы, плохих реп-басов не было, то есть, ну, у каждой группы, если ты хочешь заниматься музыкой, то должно будет быть свое помещение, должна быть своя аппаратура, которая попалась годами, там, колодки, комбики и вообще, там, все-все-все-все прочее, вот, у нас грабанули точку, вынесли оттуда, все, мы остались без аппаратуры, и, соответственно, без возможности импетировать, нас забрали трубачей в армию, прямо всех, там, четверых, и тогда мы, в тот момент, вот, если бы всего этого не произошло, а мы тогда прекратили, то есть, буквально, там, на год, наверное, то есть, у нас была, то есть, полностью нулевая, там, гейтность была, вот, если бы вот этого не произошло, то, скорее всего, мы бы в 99-м году записали, в 2000 году выпустил, тем, это был прямо скопанка альбома, а потом, когда мы уже сели уже, в 2001 году мы записывали уже острова и сочиняли песни, да-да, уже, у нас уже, скопанку уже, так, типа, мы уже охладели, и он присутствовал во сколько-во столько, то есть, там, песни все прочее, то есть, там уже был и просто панк-крок с трубой уже мюнстры, и просто такие вот эти вот, средне-темповые песни, типа, в «Островах», такие, ну, то есть, это, то есть... Ну, музыка, пожалуйста, не должно быть много, на самом деле, музыка достаточно однообразная, если ты выпускаешь там пластинку в одном этом стиле, то... Нет, ну, есть же приверженцы стили, есть же... Есть же группа и группа Distemper, которая просто нашла себе, и всё, 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 и всё. Вот нам надо... То есть, мне это не интересно. Ну, то есть, знаешь, когда просят, там, запрошусь, вот, там, какой-то раз, там, альбом «Космос» и всё, и всё. Вот, давайте альбом «Космос» ну, то есть, люди бы сейчас, как это, часть людей была бы доволена тем, что мы, ну, с такими «Космос», записали бы ещё пять таких альбомов, и, типа, они будут бы сейчас, но другие люди, там, говорят, типа, вот, альбом «13», там, типа, вот, нужно, как альбом «13», там, типа, потяжелее... Да, при этом есть куча людей-младых, которые начали думать только с альбома. Сниги и дрожжаны, им вообще абсолютно не плевать, что там, в начале 2000-х. И, допустим, у нас сейчас приходит новый, у нас новый батарист, и будет, в том числе, он это называет, что ему запрещают, написать песню в группе или же, просто человек приносится, показывает песню, я прямо слушаю, а там, я говорю, приносится, я опоздал просто, ну, там, на 13 лет с этой песней. Песня про космос, любовь, про, да, есть там, типа, дальние планеты, ну, понимаешь, это просто, ну, для меня сейчас это тлен просто, ну, для меня это не интересно, то есть, ну, это, вот. И, то есть, следующий альбом, который, я думаю, здесь тут скоро сядем сочинять, то есть, ну, он должен быть, он должен, похоже быть, а в фильме, что это все. То есть, у нас мысли есть, но, то есть, нам интересно делать каждый раз, что-то, по крайней мере, кто-то новый будет. Ну, вот это же, это не прикол, конечно. В одном стиле будет социкливаться. Нет, стиль-то все равно, получается, что мы из альбома меняемся и меняемся, все равно, то есть, там и там, то есть, что мы не делали, все равно, получается, нельзя. Да, основание. Да, вот, а так-то, по факту, этот альбом будет похож не стилистический, может быть, не текстовой, то есть, я думаю, что он будет отличаться, что это не будет и не космос, и не тринадцать, и, может быть, космос, и не глинец. Что это будет, я не скажу. Потому что сам не знаю. Самое главное, когда прежде чем сочинять альбом, у тебя должна появиться концепция альбома. Мы уже сегодня упоминали про музыку, там, конца 90-х, начало нулевых. Российскую, имеется в виду про и таракан, и лев, и дистемпер. А вот вы сейчас как бы поддерживаете отношения вот с участниками этих групп? Я вот, насколько знаю, Дмитрий Спирин говорил, что он вам каким-то образом помогал, когда вы еще базировались в Нижнем Новгороде, то есть, каким-то образом помогал вам в Москве что-то делать и так далее. Можете рассказать про вот это сотрудничество и как сейчас у вас с ним и с остальными отношениями? Мне как-то сложно назвать отношения с Димой Синым сотрудничеством, потому что это, то есть, наш, то есть, мой давнейший близкий друг. Ну, ты возил его в Нижний, а он тебя возил в Москву. Да, то есть, просто. А как вообще это знакомство? Дима Синым с днем рождения, мне очень поздравлял его сегодня рождение. И, то есть, как он помогал нам в Москве, то есть, мы организовывали концепцию в Нижнем Новгороде. То есть, таракан играли просто регулярно в Нижнем Новгороде. Это какой год? Да. В Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде. То есть, мы, грубо говоря, просто приезжала другая, то есть, по группе важная, неизвестная, неизвестная. То есть, мы в Нижнем Новгороде. Мы собирали, мы делали собственный концерт с тараканами на свою публику именно, то есть, для тараканов. Тараканов тоже самое делали в Москве, то есть, он был, соответственно, после каждого концерта там Сито оставался Нижнем Новгороде. Мы там с Нижнем Новгородными, там жил у меня дома. И так же, чтобы, наверное, происходило там, в какой-то сфере, не с наивным, а с дистемперами. То есть, все эти ребята, насколько, да, то есть, ну, близкие друзья, проверенные временем. Так что... Дима часто заходит к нам на концерт, что-нибудь исполнить, и спить, и исполнить. Ну, так же, собственно говоря, и дистемпера, и все прочее. Ну, и так же, и вы с тобой ходили к ним на концерт исполнять, недавно. Чаще, вот уже, сколько времени надо уже сказать, мы все понимаем. То есть, нам до сих пор на советские песни, типа, нужно сделать, когда-то, 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 чего, и всегда-то. Ну, то есть, да, это наши друзья. И тогда были... В общем, 20 лет. Если я мечтал на дистемпера, ну, первый же концерт тоже горит, да? 90-х годов, да. Сейчас мы пишем. Сейчас мы пишем. В общем, 20 лет тоже мы дружим. Советно. В общем, дружим мы только установили на концерт. То есть, мы как бы там... Мы встречаемся по-другому, но это... И с того же времени, в двух рублей еще не существует. Моя любимая, онлайн Родионов. Мы тоже прямо с 90-х годов не познакомились. То есть, дружим до сих пор. А как вообще происходило, то есть, незнакомство тогда еще, когда интернет как бы не был? Развит это явление? То есть, как это все вот? Мне кажется, я сделал концерт наивно. То есть, причем происходило таким образом, что я делал... В лизе выступал, и мне дергали... Ну, группу... Себе на концерт в московском. Играли там с нами. Вот теперь, знаете. Я делал концерты. Группу Граун Узбит. Была такая группа. Отличная. Вот. Мне понравилась группа. Там была девушка. Пелая девушка. Очень изумительно. Может быть, Филиппич назвала. Черная вода. Ей был дикий хит. Кстати, очень интересно. Странно, что... Валя. Валя Таханова. Это было прекрасно. Я вообще девушек летаю и прочее. В общем, в группе я играл ступень. Угу. Т.е. я делал Граун Узбит. А я еще играю в группе Naive. Чего не слышал. Я такой... А я там наивный, знаете, видел там по Граун Узбит. Там плохой песни. Там играли. Что-то там. Что-то там. Что-то там. Не-не-не. Там как-нибудь, типа... Точно-точно. Не-не-не. Там было что-то более ранее. То ли про жопу, то ли про что-то. Прямо какая-то хрень какая-то. А мы изначально уже в то время, мы пели там на английском языке, на французском. Т.е. мы... Т.е. я играю в группе Naive. Вот там типа диски, все прочее. Альбомы. Давай сделаем концерт. Вот. Ну как-то так вот. Ну ладно. Т.е. ты прям отличный чел, да? Давай сделаем концерт на арене. Т.е. собственно говоря, стою. В 1997 году играли в концерт вместе. Там все-то напомнились. Затусили. Так же, конечно же. Чаще там оставался в нижнем. Т.е. как глухаре-дараре и все прочее. Начали там дружить. Соответственно. С Naive, который играл на барабанах. Он там тащил Мэтт Доку. Ну, Мэтт Доку, да. В нижнем игре там типа играл. Т.е. просто узнал, на фига, что это у нас наив играет. Да и Naive, Мэтт Доку. Кто это делает? Т.е. он звонит, привет. Я там типа один из группы такой. Теперь ты там должен передать диск 4 таракана. Я говорю, да, окей. Мы договорились встретиться, общаться и все. Причем он мне звонил в тот момент, когда он говорил, типа у меня в данный момент в группе сейчас нет состава. Я сейчас там решаю, что мы делаем со званием текущего. Ну типа интересным, там типа ему там. Все познакомились и все. Он собрал тараканы и они начали играть. Начали сорваться и все прочее. Не больше бит, не больше танц. Мы заиграем этот бой. Кто забери, когда решим, что этот мир не наш с тобой. Не больше их, не больше танц. Мы проиграем этот бой. Кто забери, когда решим, что этот мир не наш с тобой. У нас сегодня, у нас сегодня, у нас сегодня. У нас сегодня, у нас сегодня. У нас сегодня, у нас сегодня. Я- Субтитры создавал DimaTorzok